Боже, будь милостив ко мне, грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславецок решил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Достойно, если воистину, блажите Богородицу, пресоблаженную и пренепороченную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшую воистину терапим, без истления Бога, Слово Родише и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки, веков, ами, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскрес и измертвуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоя Матери, силы честного Желтворящего Креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благослови человека любит самим. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй за молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не калей же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи с Десы, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны и очистины от всяких скверных, и спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Суе, Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущенный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем блажнюком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, силы и слава вовеки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте в балажангерскую песню, пьемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. Слава Суе, Сыну и Святому Духу, отодрай сна, возвикмейся, Господь, умы, Просвети сердце, с ним и отверзи. Твоя же песня, Тя Святая Троица, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет. И ко Его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Ко многерой Твоя благость и долготерпение, Не прогневался на меня ленивый и грешного, Не погубил меня со беззакониями моими, Но щелоколюбствовал и все обычное, И в нечаянии лежащего воздвигом и си, Во ежиутринте, славословите державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, И пейте Тя во исповедании сердечними, Воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 112 Псалом Аллилуйя Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне, Да будет имя Господне благословенно, отныне во век, От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, Преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного, Из брения возвышает нищего, Чтобы посадить его с князьями, С князьями народа Его. Неплодную вселяет в дом матерью, Радующуюся о детях. Аллилуйя. 113 Псалом Когда вышел Израиль из Египта, Дом Якова, Из народа иноплеменного, Иуда сделал со святыней его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, И Ордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, И холмы, как ансы. Что с тобой, море, что ты побежала? И с тобой, Ордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете горы, как овны, И вы, холмы, как ансы. Перед лицом Господа трепещи земля, Перед лицом Бога Яковлева, Превращающегося в соколу в озеро воды, И камень в источнике вод. Не нам, Господи, не нам, Но имени Твоему дай славу, Ради милости Твоей, Ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, Где же Бог их? Бог наш на небесах, Творит все, что хочет, А их идолы, серебро и золото, Дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, Есть у них глаза, но не видят, Есть у них уши, но не слышат, Есть у них ноздри, но не обоняют, Есть у них руки, но не исчезают, Есть у них ноги, но не ходят, И они не издают голоса гортанию своей. Подобно им, да будут делающие их, И все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь ищет. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь ищет. Боящийся Господа, Уповайте на Господа, Он наша помощь ищет. Господь помнит нас, Благословляет нас, Благословляет дом Израилев, Благословляет дом Ааронов, Благословляет боящихся Господа, Малых с великими, Да приложит вам Господь более, И более вам и детям вашим. Благословены вы Господом, Сотворившим небо и землю, Небо, небо Господу, А землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, Не все, не сходящие в могилу, Но мы будем благословлять Господа, А отныне и вовек. Аллилуйя. Сто четырнадцатый Псалом. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, Моление мое, Преклонил ко мне ухо свое, И потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, Муки адские постигли меня, Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь, И праведен, И милосердь Бог наш, Хранит Господь простодушных, Я из них мог, И Он помог мне. Возвратись, душа моя, В покой твой, Ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, Очи мои от слез, И ноги мои от преткновения. Буду ходить по лицам Господним На земле живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристной, Во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Божий мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебя Спаси меня по благодати Ведь если бы Ты за дела спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долгом Истинно так Богаты в сострадании И неизречены в милости Ибо Ты сказал О Христос мой Верующий в меня будет жить И не увидеть смерти во веки Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Да вмеется же мне вера вместо дел Боже мой Ибо не найдешь никаких дел оправдующих меня Но вместо всех дел Да будет довольна вера моей Пусть она отвечает Пусть она оправдает меня Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем Что торт мне Твоей Слово Божие Руки и защиты Но хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос Спаситель мой Скорей приди ко мне на помощь Поспеши я погибаю Ты Бог мой Очарив матери моей Сподоби меня Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе Без длинности Как я прежде работал на сатану-брестителя Буду же прежде всего служить Тебе Господу и Богу моему И Иисусу Христу Во все дни жизни моей Ныне всегда и во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне вести мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступить меня за него сдержанность мою Не дай возможности злому демону Починить мне себя под средством этого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедному души и тело Прости мне все Аминь Аминь Пресвятая Ладыщица И бойнись и слав И избавь меня От многих Убительных воспоминаний И намерений И освободи от всех Злов воздействия Ибо ты благоценен от всех родов И твое пречестное имя славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божьи Игнатий Владимир Надежда Любовь Ибо мы усердно к вам прибегаем К скорым помощникам И молитвенникам О душах наших Богородица Дева Радуйся Обрадована Мария Господь с тобою Благословен ты в женах И благословен плод чрева твоего Яко родилась И Христа спас И избавителя душам Нашим Непобедимая божественная сила Чеснага Животворящего креста Господня Не остави нас грешных Уповающих на тебя Спаси Господи Люди твои И благослови Достояния твои Победа на сопротивные дары И твои Сохраняя крестом Твоим жительством Спаси Господи Помил от самого Духовного родителей Сродника Благодетелей Митрополита Марка Николая Эпискага Ангела Тихона Антония Священная Рия Акима Павла Геннадия Сергия Иоанна Михаила Навума Кирилла Вадима Зосиму Максима Владимира Андрея Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корниль Александра Диодора Митрополита Тихона Илариона Митрополита Что было Что было Митрополита 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 Андрея Игоря Игоря Владимира Митрополита 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 И от тяжкого Ольгу Ирину Неанилу Александру Ты Господи Знаешь Облигших Страдания Господи Боже Наш Слава Тебе Благодарю Тебя За друзей За врагов За здоровье За болезни Ибо По Твоему Благоволению Все это Может Оказаться Спасительным Для души Нашей Награди Нас Добрым Терпением Чтобы никогда Не возраптали Мы Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Найди Потерянных Отошедших От истины Коснись Сердец Николая Александра Юлия Евгения Валерия Тамару Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Воздай Милость Тебе Всем Кто Строил Эти Жилища Где мы Находимся И храмы Где мы Ищем Единение С Тобою Воздаем Добром Всей жизни Будущих Слава Тебе Боже Наш Упокой Господь В обителях Небесных Усопших Отец И врач Наших Родителей И сродников Благодетелей Всех Православных Христиан Ибо нет Человека Который Живя На земле И согрешил Прости Всякое Согрешение Вольное И невольное Душам Нашим Полезное Сотвори Слава Тебе Боже Наш Дай желание Трудиться По телецам Никите Виталию Николаю Благослови И дай им Добрую работу Благослови Господи Михаила Елену Романа Екатерину И в жилище Все устроим И как получить Добрую специальность Благослови На это Господи И чтобы Жилища их Были Как храмы Чтобы там Были люди Верующие В Тебя Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Слава Тебе Наш Бог Его Абва Отче Свят 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 Господь Сававов Вся земля Полна Славы Твоей Аллилуйя Слава Степана Александра Михаила Иоанна Пресвятая Госпожа Богородица Присна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Твоими Святыми И покроем Опором Любви От Зависи Несчастивых От Происков Вражеских От Тего Что Неславен Господа Господи Благослови Всех Кто Помогал Нам Совершить Миссионерские Путешествия И Посеянные Нами Даст Добрые Плоды Благослови Виктора Николая Павла Зиновиду Владимира Дмитрия Надежду Людмилу Сергея Наума Валентину Самиру Самире Тимуру Рустику Да истинно Христовую Веру По воле Святой Приведи их К познанию Истинно Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Мне Грешен Благодарю Тебя Мой Добрый Ангел Сколько лет Ты хранил И защищал Меня От видимых И невидимых Опасностей И повреждений Прошу Не покини Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От тела И проведи Душу По мытарствам Страшным И непонятным И веди ее Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христова Моли Бога О нас Господи Новичина Житие Бедность Имея Пропитание Одежда Быть благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать Быть во всем Экономным И помогать Нуждающимся И каждому Доброе Жилье Сергею Гавриилу Святитель Христов Никола Мирликийский Чудар Творец Образ Кротности Воздержания Добрый Архипастор Моли Бога О нас Облегчен Господь Нашу жизнь Через Живность Которую Наградил Нас Слава Тебе Христе Боже Наш Молите Бога Нас Святые Пророки Божии Илья Ирисей Нух Моисей Самуил Аарон Иов Авель Но Иосиф Патриарх Едрани Еми Амос Наум Исаия Иерилия Варок Иезки Иосиф Агей Сафон Захария Малах Давид Дафан Данил Отрок Пророк Михей Аврам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Твою Нашу Отшествие Не засталось Неготовыми Но Чтобы Мы Вышли На встречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илья Добрых Дел Соделанных Духи Святом И с Любовью Аллилуйя Молите Бога Ана Святые Ангелы Архангелы Херувимы Серафимы Всенебесной Силы Престола Божьего Предстоящего Святые Апостолы Петр И Павел Эвангелисты Матвея Марк Лука И Иоанн Да Дарут Господь Нам Жажду Исследовать Священное Писание Ибо Через Них Мы Думанная Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога Нас Святые Мученики Игнатий Богоносец Поликарм Сминский Весен Философ Космай Дамиян Андрей Стратилат Никомедийский Георгий Победоносец Пантелеймон Сорок Святых Мучеников Царь Николай Святой Царской Семей Владимир Вениамин Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Да Укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не принял Насчертания Звери Антиихсиста На щелой Или правой Руку Господи Устраши Правители Мира И священства Обманывающие Людей Что будто бы От предсказанных Тобою казни Можно избавиться Какими-то Сообществами Примирениями Изобретениями Медициной Все это Дьявольская Ложь Твои Пречистые Уста Произнесли Ты сказал Что будут Глады Морры Землетрясения Войны Восстанет Брат на брата Народ на народ И царство На царство И добавил Что Сему Надлежит Быть И никто Не может Избавить От этих Казней Грядущих На всю Вселенную Но это Еще не Конец Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе Молите Бога О нас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоусов Афанасий Великий Прим Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радост Стефан Пермский Серапим Саровский Иоанн Тоборский Иоанн Кронштадтский Иоанн Шанхайский Кирилл Иоанн 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 Николай Макарий Алтайский Филарет Иоанн Иоанн Стридонский И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Да укрепит Нас И сохранит Господь Святой Православной Вере А замысли Литвякова Сектанта Прозрушу Разбей И что Преврати Господи Благостави Призванных На фронт Никиту Александра Максиму И готовы Быть там Иоанна И Георгия Чтобы они Не стали Убийцами Возврати их В мире Неповрежденными Чтобы все Они имели Духовное рождение Были истинными Светильниками Освещает От мрак Безумной Жизни Слава Тебе Посети Томящихся Вузах В тюрьмах Психиатрических Темницах И даром Свободу Сергею Илию Помилуй Господи Помилуй Ты помог Мне пройти Этим Путями Ты освободил И дал Все необходимое Это милость Твоя Постоянно Напоминай Об этом Чтобы хвала Тебе Не прекращалась Господи Услыши молитву Молимся Молите Бога О нас Святые Жены И девы Фёкла Первомученица Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Катерина Перпетуя Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Присхила Акина Андроника Юник Киприя Мустина Да дарит Господь Женам И девам Послушание Молчание Целомудрие И стыдливость И сохрани их От всяческого Поругания И насилия И справки Покоривость Галины Семей Евгения Надежды Людмилы Виктории Иоанна Господи Прими нашу молитву Воздиания Рух Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитвы наши С молитвами Всех святых Молящих Тебе На небе И на земле Ты сотворил Этот мир И сохраняющего Как зиждитель Ты Господь Знающий Все Прежде Бытия Услыши И исполни Молитвы Всех Молящихся О нас Во благо нам Тебе Говори Господи Владыка Слушает И да Слышит Рабы Твои Голос Твой Голос 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 Игнать Игоревич, не слышно. О, вон какое дело. Я поясняю к тому, что у нас после утреннего моления считается Новый Завет Столкования Блаженного Хофилакта. И этот труд взяли на себя добровольно наши сестры Хапирина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. А попеременно они считают. Так, кто желает, остается. Сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Хофилакта. Дарую, разумеетно, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 6 стиха. По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной толкованием. Так как некоторые из среды фарисеев были не особенными ревнителями закона, то апостол говорит, что я был ревнителем настолько, что преследовал учеников Христа. Так как многие были ревнителями из любоначалия и по другим видам, а не ради закона, то апостол и говорит, что, будучи непорочным по правде законной, как бы я мог быть гонителем ради чего-либо человеческого, а не по ревности божественной. 7 и 8 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Тщетую. Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Толкование. Здесь еретики, порицающие закон, говорят. Вот Павел называет его тщетую. Как же после этого он мог быть дан Богом? Но прежде всего будем благодарны за то, что Дух Святой так устроил. Что они принимают эти слова, как бы говорящие в их пользу. Если бы этого не было, они бы просто уничтожили эти слова, как и многие другие. Затем, обрати внимание, апостол не сказал прямо, что закон тщета, но я почитаю его тщетую, так как закон сам по себе не есть тщета. Иначе как бы он мог приводить ко Христу, когда понимается правильно, вопросительный знак. Прежде понимая его ложно, я не обращался ко Христу. После же, узнав истину, я обратился ко Христу. И закон теперь показал мне, что он был тщетой. В то время, когда я, понимая его ложно, не обращался ко Христу. Сам же по себе закон есть приобретение. Послушай далее. Не сказал, что я считал преимуществом. Но что было, так как закон поистине преимущество, потому что освобождая людей от зверства и суеверия, и делаясь лестницей, приводит нас к жизни во Христе. Подобно тому, как кто, восходя по лестнице, не пренебрегает ступенями, напротив, остается благодарным, потому что, не будь их, он не мог бы взойти. Так и закон был приобретением. Теперь же мы считаем его тщетой и вредом. Не потому, что он таков на самом деле, но потому, что есть большая благодать. Или как человек, обладающий серебром, если найдет золото при невозможности, обладать тем и другим, считает вредом, удерживает серебро и оставляет при себе золото. Так и закон становится вредом, если отводит от Христа. А если бы приводил к нему, то не был бы вредом. И так, говорит, я не только прежде считал закон щитой, но и теперь считаю его таким. Почему же? По превосходству благодати. Видишь ли, он делает сравнение, сравниваются же только однородные предметы, и поэтому, что превосходит, то превосходит однородное себе. И закон есть познание, но меньшее, подобно тому, как светильник есть свет, но не такой, как свет солнца, хотя и свет. Ради Христа, говорит, я от всего отказался, то есть все почел щитой или все отверг. Видишь ли, после этого закон не сам по себе щита, но ради Христа. Относится ли слово «сор» к закону? Это неясно. Правдоподобнее, что здесь речь идет вообще о мирских делах, ибо он выше сказал, для него я от всего отказался, то есть от всего мирского. Но если сказанное отнести и к закону, то бесчестия для него не будет, ибо ссорье солома или стебель пшеницы, но стебель слушают охраной и поддержкой пшеницы, так что если бы не было стебля, то не было бы и пшеницы. Но когда последняя созрела, ее выбрали, тогда стебель становится ненужным. Точно же и закон есть утверждение, и свидетель благодати. Когда последняя явилась, то уже не следует оставаться при букве закона. Девятый стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Толкование. «Дабы не иметь мне моей праведности происходящий отдел закона, как бы уже совершенных мной, но нет, ибо нет праведности от дел, потому что я этих дел не совершил, но чтобы иметь праведность, происходящую через веру во Христа, которая есть праведность от Бога, то есть дар Божий праведность, оправдывающая верующих благодатью. «Ибо если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10.9. «Божественные же дары величайшей меры превосходят ничтожность дел, совершенных человеческим старанием, как и пшеница много лучше соломы». Десятый стих. «Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерти его». Толкование. Итак, познание происходит через веру. «Ибо какое умозаключение докажет нам воскресение?» «Никакое, но вера. Если же воскресение познается верой, то как будет познано умом большее рождение?» Но почему оно большее? Потому что примеров воскресения много, так как многие воскресали и до Христа. Но никто не родился от Девы, поэтому и праведность, которая от Бога, заключается в вере, то есть опирается на ней и имеет ее своим основанием. Сказал и силу воскресения. Действительно, великая сила нужна для того, чтобы воскреснуть. А с другой стороны, воскресение подает нам силу для шествия по тому же пути, по которому шел Христос. Будучи преследуемы, идти с ним и говорит, мы становимся участниками страданий Христа, потому что если бы мы не верили, что будем с ним царствовать, то не терпели бы так много и так сильно. Заметь, тот всего более верит в воскресение Христа, кто страдает. Послушай далее. То есть делаясь совершенно подобным ему. Как тот страдал от людей, так и я должен страдать, потому что преследование и страдания живописуют образ его смерти. А мы, так сказать, делаемся Христами настолько, насколько страдаем. Видишь ли, как велико достоинство страданий. Одиннадцатый стих. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Толкование. «Под воскресением, понимая, здесь преславное вознесение его на облаках, потому что все воскреснут, но не все будут вознесены на облаках. Грешники внизу ожидают судью, а святые восхищаются на облаках в сретении Господа. Сказанное ты поймешь и следующего. «Умер, — говорит Христос, — и я умираю. Он воскрес со славой, и я стараюсь достичь такого же славного воскресения. Заметь осторожность того, который столько сделал и который выше людей, чтобы достигнуть, — говорит, ибо я еще не уверен, насколько он смиренно мудр. Об этом он говорит и в другом месте. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10-12. И еще, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9-27. 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» Толкование. «Сказав, чтобы достигнуть, он подтверждает это, говоря, так неуверенно, я сказал, потому что еще не достиг награды, еще не усовершился. Говорит, я еще нахожусь в подвиге, еще стремлюсь. Не достигну ли как конца и награды?» Затем, показывая, что это его долг, он прибавляет, «Ради сего-то достиг меня Христос. То есть, когда я был в числе погибших и отверженных, Христос меня преследовал и достиг меня бегущего, и обратил к себе. Поэтому и сам я должен гнаться за ним, чтобы достигнуть его». Весьма выразительно сказал, «Стремлюсь, потому что стремящийся ни на что другое не обращает внимания, кроме того, к чему стремиться. Все опускает из виду, даже самое дорогое и самое необходимое. Так и мы должны спешить, не обращая внимания ни на какие препятствия. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Слава тебе!